На школьной улице появился новый асфальт. И все бы хорошо, только вот жителям дома 12А проведенное благоустройство сильно осложнило жизнь. Из-за того, что проулок, ведущий к дому, давно не асфальтировался, он оказался немного ниже основной улицы. Образовался такой перепад высоты, что пожилые и маломобильные жители дома не могут преодолеть подъем, а маленькие дети и вовсе разбивают носы и коленки. Частично заасфальтированным оказался и канализационный люк. Дети, которые сюда, внуки приходят, приезжают, здесь падают носы и разбивают, потому что это пригорок, вот эти вот все комки. Ну и дальше уже наша головная боль – это, конечно, отсутствие полностью асфальтового покрытия по проулку, по всему. Асфальт в проулке, ведущем к дому, не обновлялся очень давно. От старости покрытие потрескалось, образовались выбоины. Жители много лет просят заасфальтировать этот участок дороги, но вовсе ныне там. Пишем, ходим в нашу администрацию и только отписки. Вот приходят по восемь раз за какой-то летний период, восемь раз обмеряют. Говорят, да, да, денег нет. Из-за образовавшегося с годами перепада высот в осенне-зимний период ходить тут просто опасно для здоровья. Здесь постоянно или упасть, здесь постоянно, когда идет вода, вы сами понимаете, особенно у нас дороги идет очень сильно, и получается вот налить. И вот здесь вот идти – это нереально. Ну правда, зимой налить, а осенью весной, здесь просто потоп. А правда тут так навернулся. Здесь, понимаете, водопады пройти невозможно. Воды у нас вот так вот. По колено. Жители также жалуются, что зимой территорию никто не убирает, чистить снег приходится самим. Но если с этим еще как-то можно справиться самостоятельно, то решить проблему перепада высот и отсутствия ливневых стоков они сами не могут. На встречу с гражданами мы пригласили представителей дорсервиса, который и проводил благоустройство. Они сообщили, что работы еще не приняты. С тем, что они выполнены, некачественно согласны и готовы все исправить. Мы планируем здесь делать плавный съезд. Порядка трех метров в длину и на всю ширину. Он будет плавный, не более двух сантиметров выступ, чтобы для маломобильных групп населения это было удобно. Уже на следующий день после съемки жители сообщили к нам в редакцию, что спуск в пролуг по обеим сторонам продлили, убрав опасную ступеньку. Что делать с люком и можно ли его поднять, сотрудники дорсервиса будут решать в ближайшее время совместно с Видновским водоканалом. А для того, чтобы заменили асфальтовое покрытие в самом проулке, жителям следует обратиться в администрацию, что позволит поставить эти работы в план на следующий год. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.